Здравствуйте, добро пожаловать на канал, с вами Юлия Лысенко. Сегодняшнее видео будет о городе Тампа в штате Флорида. Я уже записывала видео о достопримечательностях города Тампа, я вас брала по туру, показывала, что смотреть и что делать, но сегодня уже поговорится ближе к делу. В сегодняшнем видео я поговорю именно об инфраструктуре города Тампы, о стоимости жилья, о трудоустройстве, что происходит у нас с работами, ну и, конечно, замечен несколько фактов о недвижимости в городе Тамп. Так что, если вам этот город интересен или вы планируете сюда переехать, продолжайте смотреть видео. Итак, город Тампа. На мой взгляд, этот город становится более и более популярен. Не только между жителями Америки, но и также иностранцами. Ведь раньше, если вы услышите штат Флорида, у вас ассоциировался только один город с этим штатом. Какой же он? Совершенно верно, Майами. Но в данное время это и не только Майами. Люди узнали, что в Афольбе есть другие города. Один из них город Тампа. Я не раз встречала людей, которые мне рассказывали истории, что они приезжали в других странах, в России, из Украины, из Казахстана, ну, в других странах, в Майами. А потом они увидели видео на YouTube, или прочитали статью на интернете, что из такой города Тампа посмотрели картинки, понравилось. Узнали, что там есть Мексиканский залив с белым песком. Ну, их это заинтересовало, и они решили посмотреть город Тампо. И все. После этого они только хотят приехать в город Тампо и провести время на Мексиканском заливе. Вот так я их полностью понимала. Я думаю, что если вы были в городе Тампо, вы знаете, о чем я говорю. Город Тампо уникальная местность. Тем, что вроде бы это город, но в то же самое время атмосфера расслабленная. Рядом находится пляж, как я вам уже заметила, вы можете туда поехать, и как будто вы в отпуске. Вокруг города Тампо очень много пригородов. И когда вы едете в один из этих городков, вам кажется, что вы как будто бы и не в городе. Но на самом деле Тампо-бэй имеет достаточно хорошее количество людей, которые живут там. Ну, конечно, это не Нью-Йорк, я знаю. Но в Тампо-бэй примерно живет более трех миллионов человек. В городе Тампа где-то 500 тысяч человек, а в Тампо-бэй более трех миллионов человек. То есть население не маленькое. Вы можете тут найти все, что вы хотите делать. Если хотите, пойдете в театр, захотите в музей, захотите в парк покататься на американских горках, не проблема. Ну, давайте поговорим, как я вам обещала, напрямую именно о работах в городе Тампо, что происходит. Вообще Тампо-бэй уровень безработицы на полпроцента меньше, чем средний уровень безработицы по всей стране. Он сейчас в данное время 3,5. Я считаю, что по стране где-то 4% уровень безработицы. И рост количества работ растет примерно на 2,5%. Это на целый процент больше, чем средний по стране. Больше и больше компаний переезжают. Очень много tech companies переезжают сюда, открывают даже штаб-квартиры. Вообще в городе Тампо существует 8 компаний, которые имеют тут самый главный штаб-квартиры. И эти компании предназначат Fortune 500. Такие как J.Bella, DataTag, Raymond James, City Group. Также я составила лист компаний, которые предоставляют самое большое количество рабочих мест в Тампо-бэй. Я вам не буду перечислять эти компании, но вы можете их почитать. В статье, которую я написала, я оставлю линк в описании этого видео. В среднем занимает где-то 3 тысячи долларов, чтобы прожить в семье 4 человека. Но это не включая рент. Средний рент квартиры, допустим, 2 комнаты, где-то стоит полторы тысячи долларов в Тампо-бэй. Конечно, вы можете найти и за 800 долларов, можете найти и на много-много-много больше. Просто лимита нет. Если сравнивать стоимость проживания в Тампо-бэй с Нью-Йорком, то это получается в Тампо-бэй на 33% дешевле жить. А если сравнивать с Майами, то на 24% дешевле жить в Тампо-бэй. Ну, это одна из причин, почему в Тампо-бэй зарплата немножко меньше, чем средняя по стране. Потому что стоимость проживания намного меньше. 44% населения в Тампо-бэй ориентует. Ну, естественно, остальная часть является домовладельцами. Среднее стоимость жилья 250 тысяч долларов. Тут я сразу замечу, чтобы вы хорошо понимали, что когда мы говорим о среднем доме, мы тогда это соотносим со средними школами. Можно найти районы, где школу будут одни десятки. Можно будет найти район, который находится недалеко прямо от центра города. Там у вас будет 8, 9, 10 рейтинг. То есть отличнейшие школы. Но стоимость дома там уже нужно рассчитывать где-то на 350 тысяч. Средний дом. Три спальни, две ванны. Ничего такого сверхъестественного. Средний дом 350 тысяч долларов. Чтобы вы уже знали, на что рассчитывать, когда переезжаете в Тампо-бэй. И добавлю несколько слов о развлечениях в Тампо-бэй. Тут их столько, что независимо, в какой стадии жизни вы находитесь, вы найдете, что тут делать. Нежели вы студент, тут есть несколько университетов, вы можете обучаться на любую профессию. Университет в Саус-Флорида, колледж оф Тампа, колледж оф Санкт-Петт, есть кампусы по всей Тампо-бэй, есть университетов Тампа частная школа, есть несколько лоу-скулс, где вы можете стать адвокатом, отдельная медицинская школа. Даже вот у нас сейчас еще одна медицинская школа прямо в центре Тампы строится. И по планам через пять лет достроиться, это будет там одна из самых лучших медицинских школ по стране. Также, если вы, как я уже сказала, хотите найти работу, с этим проблем не должно быть, потому что ситуация лучше, чем даже средняя по стране. Если вы на пенсию хотите выйти, тут вообще просто рай на земле. И вы, наверное, слышали, что Флорида вообще-то один из самых популярных мест, куда американцы переезжают на пенсию. Тампа-бэй, конечно, да, много пенсионеров, но не сравнить с тем количеством, которые находятся в городе Сарасота. Ничего против Сарасоты не имею. Я этот город очень сильно люблю. Но демография там другая. В Тампа-бэй, конечно, помоложе находится именно население. Если вы хотите куда-то пойти развлечься, посмотреть какую-то пьесу, пойти в театр, не проблема. У нас есть и театры, у нас есть и музеи искусств, и даже детские музеи. Есть theme parks, куда вы можете поехать, покататься на американских горках, зоопарк, аквариум. Находятся два порта в Тампе, откуда вы можете отправиться в путешествие по Карибским островам. У нас находятся два международных аэропорта. Один из, конечно, такой, который больше, он находится в Тампе, который поменьше находится в городе Санкт-Петербург. Вы можете даже поехать в Европу прямым рейсом с города Тампе. На мой взгляд, это вообще очень большое удобство. Помните, что в Тампе-бэй всегда погода хорошая. То есть вы всегда можете что-то делать на улице, и не нужно находиться в помещении. Каждые выходные вы можете найти какие-то фестивали. Это будет фестиваль волепродуктов, фестиваль искусства, фестиваль клубники, фестиваль черники, фестиваль живой музыки. Постоянно где-то находится именно живая музыка на улице, вы можете услышать. Один из самых популярных фестивалей, это фестиваль пиратов. Называется Гаспарила. Он проводится в конце января, в начале февраля в городе Тампа. И это, конечно, прям очень популярный фестиваль, когда улицы все закрываются, все переодеваются в пиратов, проводится такой прям карнавал пиратских кораблей, все бросают бусы. Одни выходные для детей Гаспарила, другие выходные именно для взрослых. Очень интересный фестиваль, на мой взгляд. Так что, как видите, в Тампо-бэй можно и развлечься, и поработать, и отдохнуть, и купить жилье. Если вы планируете переехать в Тампо-бэй, звоните, мы с вами обсудим стратегию переезда. Спасибо за просмотр этого видео. До скорых встреч. До свидания. Юлия Лысенко. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие видео.